Добрый день, меня зовут Андрей, я автор проекта цифровые архивы программно-аппаратного комплекса для показа фотографий в музеях и на выставках. Я хочу показать, сравнить цифровой архив и классические каталоги, как они обычно организуются. И для этого мы сделали цифровой архив коллекции Сергея Михайловича Прокудина-Горского. Это пионер цветной фотографии, очень хорошо известный. Если вы вдруг не знакомы с его творчеством, то обязательно посмотрите фильм «Цвет нации» Леонида Парфенова. Он доступен на YouTube на канале Парфенон и на Vimeo-канале режиссера Сергея Нормамеда с английскими субтитрами. Оригинал коллекции хранится в библиотеке Конгресса США с 1948 года. Коллекция полностью оцифрована. И представлена вот в таком виде. Все фотографии можно посмотреть. Они разложены в каталожном порядке. И по всем фотографиям есть хорезы сведенные. Хорезы цвета. Я сейчас не буду загружать прям совсем хорезные картинки. Но вот видите, здесь есть тифы. И есть тройные позитивы. То есть то, как собственно эти фотографии были сняты. Три снимка с разными цвета фильтрами. И потом они собираются в одну цветную картинку. И это все доступно, очень подробно и хорошо описано. И рассортировано, повторюсь, в каталожном порядке. То есть чтобы найти фотографию, вам нужно знать ее в каталожный номер. Есть русский проект. Международный научный проект. И это очень подробная, дотошная история. Здесь много дополнительного материала о Прокудине-Горском. Очень информативный блок. То есть если вы хотите глубоко погрузиться в тему, то почитайте вот это. И та же самая коллекция представлена в географических границах. То есть вы выбираете регион. Выбираете снимок. И видите снимок. Для многих снимков есть реставрация. Суть реставрации это сведение как раз тех самых цветных слоев. И есть фотосравнение. Люди снимают те же самые снимки тогда и сейчас. И именно эту коллекцию мы использовали для создания цифрового архива. И сейчас я переключусь, покажу вам цифровой архив. То есть он выглядит следующим образом. Это приложение для сенсорного киоска. Для того, чтобы люди в музее могли познакомиться с коллекцией. И она предназначена в том числе для вывода на проектор, на светодиодный экран. То есть это адаптивная система. У меня здесь самоизоляция нет тачскрина. Я буду управлять мышкой. Но вообще это все мульти-тач. Итак, поехали. Вы видите облако тегов. По сути оглавление архива описательное. Вы можете осмотреться в свободном режиме в 3D по сторонам. Вы можете покликать между предустановленным списком тегов. Есть полный список. Сейчас 319 тегов, но список еще уточняется. И есть возможность найти с клавиатуры. Например, ночной флот. Хорошая тема. И как бы вы не выбрали тег, когда вы его выбираете, вы видите все связанные. Вы получаете фотографии и связанные теги. И каждую фотографию можно увеличить. И если у нее есть сравнение и реставрации, то их посмотреть и тоже увеличить. И каждая фотография описана в правом нижнем углу. Имеет описательную часть, каталожные данные и, собственно, что это за снимок. И можно, не покидая выбранного тега, посмотреть все относящиеся к нему фотографии. Вот оригинал. Вот один вариант реставрации. Второй вариант реставрации. Фотосравнение. И так можно посмотреть все снимки. Относящиеся к выбранной теме. И так же тему можно уточнить. То есть, например, давайте выберем виды. Виды Кириллов. Виды Кинишма. Виды Калуга. И так далее. Давайте я немножко покликаю по архиву, для того, чтобы вы увидели, как это работает. Выбираю разные разделы. Разные места. Белозерск. Мне очень нравится. Вологдям. Вот так же. И так далее. Вот одна из самых известных фотографий. Заводы. Заводы. И помимо непосредственно архива есть дополнительные информационные разделы. Аналогия жизни с иллюстрациями. Заводы. Заводы. В первоисточниках о международном проекте наследия Прокудина-Горского и его библиотеки Конгресса. Список авторов реставрации это те люди, которые проделали вот эту всю фантастическую работу и благодаря которым возможна коллекция в таком виде. В спонсорах пока только наши контакты по понятным причинам. И в общем вот так это все выглядит. Меня часто спрашивают зачем. Собственно зачем в наше время заниматься вот этим. И мне кажется что очень важно иметь возможность связать прошлое и будущее и взглянуть в лица людей прошлого. Потому что им на самом деле было тяжелее чем нам. И они справились. И это меня лично вдохновляет. И я думаю что многих вдохновляет. И я знаю что очень много архивов производственных буквально пылиться на полках. И цифровой архив это тот формат который дает возможность оживить архив. И дать всем возможность взглянуть в лица людей прошлого. И сейчас это важно. И сейчас мне кажется это лучшее время чтобы поднять эти архивы. Так что будем на связи. Обращайтесь. Вот как то таким образом это все выглядит. Спасибо что уделили время. Контакты на экране. Прорвемся. Берегите себя. Будьте здоровы. Спасибо и всего доброго. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok.